У нас с женой не очень хорошо идут дела, правда, в семейном отношении. Не очень хорошо. Мы ходили к семейному психологу, потому что я псих ебалый. Нет, правда, ходили к семейному психологу. То, что, мне кажется, за мной следят, 3222 человека в ютубе. Шутка для подписчика, блядь. Только они поймут. Ладно, и... Не, просто у нас... Мы пошли к семейному психологу, это было давненько, но мы решили все-таки сходить, потому что мы пытаемся сохранить этот ебучий брак. И мы сходили к психологу, и мы, знаете, может быть, если вы были долго в отношениях, может быть, вы проходили эту стадию, когда вы ненавидите друг друга настолько, что вас бесит сам факт присутствия этого человека в комнате. Просто у нас настал такой момент, после которого мы пошли к психологу. Я сидел на диване, и что-то такое, Эльмира? Она такая, что-то! Что тебе? Что-то! А, я думаю, господи, блядь. Что? Вот потом меня вырубили, я в пещере проснулся, блядь. Она уже в пещере сидит на яйцах, на моих, естественно. Короче, мы пошли к семейному психологу. И... Ну, в общем, жене там не понравилось. У нас было всего несколько сеансов, ей очень не понравилось, потому что психолог выяснил, что я не мудак, понимаете? Так, полочек. Психолог, блядь, установил, понимаете? Нужно было, блядь, заплатить три с половиной косаря, чтобы психолог установил, что я не мудак. Оказывается, я и делаю подарки, делаю знаки внимания. Оказывается, я убираюсь там иногда по дому, что-то делаю не такое уж, я не мудак. Жене эта пиздец как не понравилась. Потому что она же меня не для этого привела, правильно? Она же меня привела с целью доказать мне, что я мудак, это же так происходит. Она сидела на этом столе, говорит, нет, у вас муж не мудак, давайте разбираться. А она сидела, такая, недостаточно! Недостаточно! Ну, это внутренний голос жены, то есть она так не говорила, конечно, я себе это представил. Потому что я считаю, что внутри моей жены живет демон, который питается обнимашками. И иногда юнишком, вот такой же. Я думаю, блядь, нам не нужен психолог, нам нужен экзорцисс. Вот что я думаю. Можно хлопать, кстати, да. Я не знаю, просто реально, мы выяснили, что проблема наших отношений не совсем во мне. То есть у меня есть косяки, но главная проблема, что нас заставляет бесить друг другу, она в жене. И психолог жене, прям это при мне, вот он сказал, типа, Эльмира, у тебя есть проблема определенная. Смотри, когда ты не согласна с мнением человека, ты сразу его игнорируешь. А она ему ответила, не-не-не-не-не-не-не. Добро пожаловать в жизнь 28-летних рулей. И просто эти три сеанса, они нас реально, ну то есть они исправили отношения с браком, они реально исправили. Потому что сейчас, когда мы жестко посрались, я подхожу к ней и говорю, ты хочешь еще три косаря отвалить? Она такая, мир. Так, мы миримся. Я, ну, у меня тоже есть проблема, я это выяснил. У меня есть проблема, я бываю иногда групп со своей женой, бываю реально иногда групп. Иногда резок бываю, это правда, такое бывает. Ну просто, я православный, она другой религии. То есть нам с ней детей не крестить, хуй там церемониться. И не знаю, просто на самом деле, на самом деле, вот я такой человек. Я вырос в окружении других таких же долбоебских мужиков, таких же, как я абсолютно. У нас между друзьями нормально написать друг другу в три часа ночи, привет, говно. А он тебе в ответ напишет, эх, братан, привет, гнида, рад тебя видеть, понимаете? С женой я так не могу общаться. Ну то есть вряд ли я напишу жене, привет, говно, я такая говорю, мы так близки. Нет, это же будет, я так и знала. Я это заслужила, да, по-твоему, это? Ну вот так это будет, с ней тяжело. Сложно же объяснить человеку, что, а, что если ты к нему обращаешься, привет, говно, это дружба, да? Это вот так у меня выражается дружба. Не так просто. Но мы, короче, справляемся, мы пытаемся справляться. И иногда у нас получается быть командой. И я сейчас объясню на одном примере. Знаете, девушки точно знают, мужики, ну, наверное, знают тоже. Есть такой предмет женского гардероба, он называется юбка-карандаш. Юбка-карандаш это такая очень облегающая юбка, примерно в колено, в которой невозможно, блядь, эффективно передвигаться. Ну то есть, там сразу вот такой, ну то есть, единственный способ эффективно передвигаться в юбке-карандаш, это катиться, блядь, богом, хуям собачьим из этого брака. Вот. Это единственный способ. Можно хлопать, кстати, я честнан, мне пиздец. То есть, юбка-карандаш, это вот, ну, в ней реально невозможно ходить. Я смотрю на девушек, мне жалко, как они, блядь, передвигаются, и зачем они это с собой делают, мне непонятно, но они это делают, видимо, для красоты, возможно. И у моей жены есть такой предмет гардероба, это платье-футляр, это юбка-карандаш, но во всю туловище, короче. То есть, еще и руками не пошевелишь нормально, то есть, это, знаете, вот футляр, это очень точное название этого платья, платье-футляр, то есть, ты положил этот предмет, он просто лежит, блядь, ничего не произойдет. И она ему дала прозвище этому платью, она его называет Гондончик. Ну, потому что она не умеет его надевать, и я не умею тоже. Но вместе мы справляемся. Потому что мы команда. Ну, просто платье-гондончик, и реально надеваешь его вот так. С обычным гондоном такая же история, я... Прям такие же размеры, там все подошло просто. Да нет, нет, мне правда, у меня сейчас те будут комиксы, за то, что у меня ни одной из шутки прочли. Я во всяких блядюшниках, когда выступаешь, во всяких, ну, гадких, знаете, там, нужно иногда шутку про член, какую-то скабрезную штуку, да. И я вот всем говорю, что у меня нет шуток про член, потому что у меня член не шел с ним. Приходится. Приходится. Платье-гондончик. Живем в спатье-гондончик. Я слышал, что наша соседка умеет надевать его ртом. Это слухи, это слухи. Я, конечно, это не видел. Я бы жизнь отдал, чтобы увидеть нас.